Поддержку руководителям прилегающих поселков предложил и мэр Мариуполя Юрий Хатлубей. Это и предоставление пленки, и стройматериалы, и выделение офисов в Мариуполе для работы постсоветов. По возможности содействия пересечения блокпостов. Я предлагаю, уйдите вы от эмоций, вы представитель власти. За вами люди, точно как и за нами. И таким образом наше совещание должно дать ответы на многие вопросы. Вы поставили вопрос, пропускаю военные. Я немедленно после совещания выйду на командующую сектором М. Таким образом мы эти вопросы постараемся оказать вам содействие. Наталья Дедова, Александр Давиденко, информационная программа «Семь дней», ТВ7. Денежные сертификаты для переселенцев и мариупольцев, пострадавших при обстреле Восточного. В районных центрах социальных служб второй день выдают пластиковые карты от Чешского благотворительного фонда «Человек в беде». Как их получить и что получится купить, выясняла Анна Тармахчин. В дневном центре социальных служб снова ажиотаж. На этой неделе Чешский фон «Человек в беде» выдает специальную помощь в виде сертификатов. Пластиковые карты номиналом 700 гривен на покупку продуктов в мариупольских магазинах. Продукты питания, средства личной гигиены, кроме табачных изделий и алкоголя. Это правило очень строгое, которое мы объясняем всем переселенцам, что они должны это соблюдать. Они расплачиваются этой карточкой либо частично, либо полностью за покупку. Карточка действует три недели, с 3 марта по 24 марта. Выдавать сертификаты будут до конца недели. Работают с людьми непосредственно представители Чешского фонда. Составляют базу данных, выдают личный пин-код и саму карту. Для оформления такой помощи нужен минимум документов в зависимости от категории. Это инвалиды всех групп, семьи с двумя и более детьми, беременные женщины и женщины с детьми до года. Это многодетные семьи, дети-сироты и их опекуны, пенсионеры, которые получают пенсию до 1200 гривен. И как раз жители поселков Сартана, Гнутово, Толоковка и Восточного, у которых разрушено жилье. В кабинете приема беспрерывный поток людей. Те, кто получил карты, уже планируют, что можно купить. Детское питание и продукты. Да, тоже маленький ребенок, 10 месяцев. Без памперсов нам не прожить здесь. Я пока еще ничего не знаю. Я только увидела там объявление, что они активируются. С третьего числа написано, что только на продукты. Но я бы хотела и химию купить на этот паучер. С маленькой Сусаной за сертификатом пришла и Тамара Таможникова. Для нее главное обеспечить всем необходимым маленькую дочь. На 700 гривен. Пойдем с дочкой купим все памперсов, возьмем ей. Одна пачка памперсов стоит 350 гривен. Вот. И две пачки памперсов все нам. Это хватит нам на недели, три, ну может на четыре, как раз тянуть удовольствие. И все. 700 гривен надолго не хватит, но рады и этому, говорит Тамара. Единственное неудобство – огромные очереди. Очень долго. Долго. Я с восьми утра оставила ребенка с сестрой. Потом вернулась, покормила ее. Ребенок плакал, пришлось ее с собой брать. Да, пришел так вот. Пока спит, пока тихо, пока не баянет. Очереди действительно большие. В узком коридоре 100 человек. Тесно, душно, но приходится терпеть. В жертвневый центр соцслужб люди пришли со всех районов города. Так сказали, что один день выдают. Все приходили. Всего на один день. На один день сказали, так все пришли, все ждут. Ну я приехала, у меня грудной ребенок. Мне вот заняли очередь. Я 98-я. В руках Натальи и фамилии тех, кто записался в очередь. В списке почти 150 человек. 146. Это те, которые на 9 часов. Еще есть на 10 часов, там дальше список. И на 11, да. А вы думаете, успеете все? Я думаю, нет. А вот как? 109. Желающих получить сертификаты очень много, но карточек пока только 3000. Чешский фонд «Человек в беде» называет эту акцию экспериментальной. И если она пройдет успешно, ее обещают продлить. Анна Тахмахч, Александр Норбердеев, информационная программа «Семь дней», ТВ7.